Такой спектакль – следующий шаг в сторону особенных людей и нахождения их в театре не только в качестве зрителей, а как актеров, говорит Сергей Безруков. Соединить, казалось бы, несоединимо и сделать максимально это все интересным, так чтобы зрители, уже профессиональные зрители, как говорится, не особенные зрители, которые могут прийти на этот спектакль, а профессиональные зрители, чтобы они оценили. И самое главное – оценили историю, которую особенные артисты вместе с профессионалами расскажут. Это совместный проект Губернского театра и Центра инклюзион, осуществленный при участии фонда «Соединение». Эскиз «Голубое и зеленое» молодой режиссер Ксения Кошкина показала в стенах инклюзивной лаборатории. Работу выбрали для постановки. В спектакле она наполнила различными знаками, которые помогали особенным артистам запоминать их реплики. Этот вопрос поясняет постановщик скорее более внимательной и подробной проработки сценического действия. Инклюзивные артисты, они невероятно искренне, открыты. Они не играют, они существуют в этом. И для меня, как для режиссера, было огромное удовольствие наблюдать, как они в этой истории плавают, находятся, как они ее выплетают. «Голубое и зеленое» – один из первых рассказов писателя-шестидесятника Юрия Казакова, которого критики называли мастером негромкой прозы. Он и правда негромко повествовал о природе человеческих чувств. Лирическая история о первой любви, когда окружающий мир в ярких, зелено-голубых акварельных красках. «У нас еще много времени. Впереди длинный, длинный вечер». «Час проходит за часом, а мы все выходим, говорим и ходим». В спектакле два состава по 12 человек, половина актеров с ограниченными возможностями. Сюжет разбили на три линии. Три Алеши и три Лили. У каждой пары свой период взаимоотношений. В первом, где Лиля знакомится с Алешей, играет 26-летняя Мила Шогина. После окончания курсов по актерскому мастерству для нее это первый сценический опыт. «Мне было как раз-таки очень интересно именно процесс закулисья, то есть как происходит монтаж, свет, звук, грим, переодевание, какие-то там небольшие суматохи, короче, именно закулисья, репетиции, как эта подготовка идет». Один из исполнителей роли Алеши, артист Московского губернского театра Кирилл Новышев, говорит, в работе с инклюзивными актерами больше ответственности. В фокусе внимания не только свой текст и все происходящее на сцене, но и особенный партнер. «Вначале нам показалось, что это очень страшно нам будет, странно, но с каждой репетицией мы с ребятами знакомились все больше и больше. Это и для нас большой опыт, так и для них». История любви, ее рождение, расцвет и угасание. Сюжет универсален, потому как о каждом из нас – пророждение, становление взрослого человека через обретение и потерю. Мария Трофимова, Виталий Пронин, Игорь Орлов. Новости культуры.